Здравствуйте! Это рубрика «Экономика» в студии Ольги Скрипниковой. Сегодня просто поговорим вот о чем. Еще больше жилья российским семьям. Для федеральной программы в Приморье нашли еще два земельных участка. На ипотеке под 12% годовых правительство выделило 18 миллиардов рублей. Что такое жилье эконом-класса? Нам расскажут школьники. Программа «Жилье для российской семьи» расширяет свои масштабы в Приморье. Новые микрорайоны построят на зеленом углу во Владивостоке и в поселке Трудовое. Как сообщает сайт администрации Приморского края, проекты представили две строительные компании. Одна из них начнет возводить дома по улице Нейбута уже в третьем квартале этого года. До конца 2017-го 25 тысяч квадратных метров жилья отдадут участникам федеральной программы. И еще один микрорайон заявлен в поселке Трудовое. Здесь построят четыре девятиэтажных дома. И 27 тысяч квадратных метров застройщик предполагает выделить под программу. Напомню, что программа «Жилье для российской семьи» – это федеральный проект. И получить квартиру благодаря ее условиям могут большинство граждан страны. Тем более, что ипотеку можно получить с государственной поддержкой, а это не выше 12% годовых. И по решению правительства такие условия продлили до конца 2017-го года. Вот и наша Мария Ивановна на старости лет решила сменить дом в поселке на квартиру в краевой столице. Основное, что привлекло пенсионерку – это стоимость одного квадратного метра – 35 тысяч рублей. Но получить квартиру по программе все же больше удача. Спрос на доступное жилье в разы больше, чем предложение. Пока в Приморье планируют построить до 2017-го года 150 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Кстати, что означает этот термин и хочет ли там жить подрастающее поколение, мы узнали у наших школьников. Я не знаю, я никогда там не был. Эконом, потому что экономят место для другой какой-нибудь комнаты. Это специально такой, ну типа шалаш такого. Она маленькая, там однокомнатная, двухкомнатная. Она маленькая, но хорошая. И она недорогая. Ну это типа лагеря, жилье эконом-класса. Ну мне кажется, это когда в квартире живут и платят за нее, чтобы дальше в ней жить. Я считаю, для того, кто живет вместе, вот, без детей. Я считаю, для них эконом-класс подойдет. Если у тебя много там родственников, то родственников будет не очень удобно жить. На самом деле жилье эконом-класса – это обычные квартиры, в которых живут большинство из нас. Так, например, метраж однокомнатной квартиры – 45 квадратных метров. Около 60 квадратов – двушка, а трехкомнатная эконом-класса может доходить до 80 квадратных метров. При этом новостройки должны быть оснащены всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. На этом все. Относитесь к экономике проще. До встречи.